Всем привет! С вами Пятница 7 и я Андрей. В этом видео мы с вами рассмотрим плюсы и минусы утепления помещения снаружи и изнутри. Как бы ни были эффективны различные системы отопления, главным фактором всегда остается способность конструкции дома удерживать тепло внутри здания. Поэтому многие ищут ответ на вопрос, как лучше утеплять стены изнутри или снаружи. О том, можно ли утеплять дом изнутри, спорят и строители, и производители утеплительных материалов. Но все сходятся на том, что в большинстве случаев утепление стен изнутри не будет лучшим решением. Если есть возможность, лучше заняться наружной теплоизоляцией дома. Защита стен от холода изнутри не рекомендована строительными нормами, указанными в своде правил 23-101-2004. Ведь даже качественный монтаж снизит, но не уберет полностью риск появления конденсата при использовании минеральной ваты внутри помещения. Лучше рассмотреть другие виды утеплителей для стен изнутри. Внутри помещений можно утеплить стены только в тех случаях, когда нельзя изменять фасад здания или к наружной поверхности стены нет доступа. Избегать утепления стен изнутри дома рекомендуется потому, что у него есть ряд существенных недостатков. Сами стены становятся более холодными, так как изолируются от теплого воздуха слоем утеплителя. Практически тяжело сделать так, чтобы стены и утеплитель не мокрели, и на них не образовывался плесень и грибок. Также становится сложно контролировать температуру воздуха в помещении. Он начинает быстрее прогреваться из-за работы отопительных приборов или попадания прямого солнечного света в окно и быстрее остывать при проветривании. Конечно, возможно варианты, когда такой вид утеплителем можно применить. Это можно сделать при достаточном тепловом сопротивлении самой стены, при весьма теплом климате, при отличной вентиляции и отоплении внутри здания. Но, стоит ли тогда вообще рисковать и утеплять внутреннюю поверхность стены? Если все же пришлось заняться внутренней теплоизоляцией, то нужно понять, как можно избежать негативных последствий. Сухость стен внутри дома нужно обеспечить. Защитить место образования точки росы от воздействия влаги. Для этого нужно использовать качественную многослойную мембрану для гидроизоляции. Полиэтиленовая пленка не подойдет. Кроме того, гидроизоляционную мембрану нужно правильно уложить внахлёст с герметизацией стыков. Выбрать утеплитель с наименьшим показателем паропроницаемости. Если у материала, из которого сделаны стены дома, этот показатель будет выше, то влага, образующаяся между утеплителем и поверхностью стены, будет не конденсироваться, а выходить наружу. При монтаже утеплителя вплотную к стене, нужно клей наносить ровным сплошным слоем, а не маячками. Обеспечить принудительную вентиляцию помещений. При возможности установить окна с воздухообменными клапанами. Точно рассчитать толщину слоя утеплителя. Нельзя ориентироваться на средние параметры, так как правильно утеплить стены можно, только учитывая все характеристики конкретного материала, помещения и климатические особенности региона. Обработать утепляемую стену противогрибковым и антибактериальными средствами. Неправильно подобранная толщина слоя утепляющего материала может привести к намоканию и промерзанию всей конструкции стены. Для того, чтобы этого избежать, лучше всего размещать утеплитель снаружи. В этом случае необходимо предусмотреть при необходимости хорошую вентилируемость слоя утеплителя, а также его защиту от непогоды. Так как обычный пенопласт или экструдированный пенополистирол практически не впитывают влагу, поэтому они не допускают ее попадания в точку росы. И, применяя этот материал, можно не использовать пароизоляцию. Положение точки росы в конструкции стены зависит от того, насколько тепло внутри помещения, насколько холодно на улице, ширины и теплопроводности строительных материалов, из которых состоит стена, влажности в помещении, влажности воздуха на улице. Выясним, как меняется положение точки росы в разных ситуациях. В стене без утеплителя. Если стена вашего дома вообще не утеплена, то температура внутри ее конструкции будет плавно понижаться от внутренней стороны к наружной, а точка росы тогда может располагаться в середине стены, ближе к наружной стороне. Ближе к внутренней стороне стены. В стене с утеплителем снаружи. В месте, где расположен утеплитель достаточной толщины, будет наблюдаться риский перепад температур. Тогда точка росы окажется внутри утеплителя, а вся стена будет теплой. Если утеплитель обладает слишком маленькой толщиной, то точка росы может сместиться к середине стены или к ее внутреннему краю. В стене с утеплителем внутри. В таком случае, также будет наблюдаться риский скачок температуры в месте, где расположен утеплитель. При этом стена окажется в холодной зоне, и точка росы сместится к внутреннему краю стены. При наружном утеплении стен дома, конденсация влаги из-за перепада температуры снаружи и внутри здания происходит не внутри помещения или конструкции стены, а снаружи. Это не только решает проблему отпотевания и неизбежного образования грибка при промерзании стен, но и значительно замедляет процесс разрушения стен, из-за прекращения регулярного образования влаги и кристалловой льда внутри конструкций. Особое внимание при утеплении стен уделите утеплению откосов окон и дверей. Кроме того, утеплив стены снаружи, вы решите как минимум еще две проблемы – улучшите звукоизоляцию и внешний вид здания. Также можно прибавить к этому то, что ваша стена станет своего рода теплоаккумулятором, что положительно скажется в сторону уменьшения на затратах по отоплению помещений. Поверх слоев утеплителя и гидроизоляции выполняют облицовку стен листовыми и плиточными материалами, что кардинально изменит облик дома. Спасибо за просмотр нашего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Спасибо всем. Пятница 7. Пошлите на колокольчик. Он сейчас пустой. Спасибо всем за просмотр нашего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски наших видео. Субтитры сделал DimaTorzok